Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Анна Смирнова. И наш сегодняшний гость депутат Сеймы, экс-министр здравоохранения Анда Чакша. Здравствуйте, госпожа Чакша. Добрый день. Напомню сразу, что можно нам звонить, уважаемые радиослушатели, по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можно в WhatsApp нам написать 230-6191. Ну и в рамках нашего эфира мы, конечно, сегодня посвятим немало теме COVID-19 и тех действий, которые принимает правительство в борьбе с распространением вируса. Начать я бы хотела с вас, поскольку вы мама троих детей. Как воспринимаете удаленку? Потому что родители жалуются в основном. Ну это нелегко, потому что, конечно, ну скажем так, контроль над тем, как происходит процесс обучения, очень такой, ну непростой сразу. Хотя у меня средний сын учится в 6-7 классе, он учится отдаленно. И, конечно, он рад, когда мама выходит из дома, а не когда приходит, да, и кажется, что меньше тогда контроль. Ну я скажу так, что он учится в аутодимназии, и всё очень хорошо организировано, все данные доступны в классе. И я могу, ну для меня очень важно, что я могу смотреть и его немножко отспрашивать, что он всё делает. Ну, конечно, это не то же самое, что когда учатся дети в одном классе. Младшая у меня в детском саду, и, конечно, как везде, в детском саду ты отдаёшь за воротами своего малого, и это тоже немножко по-другому. Так что и третий в УЗИ, это тоже отдалённо, все учатся отдалённо. Я сама организую, ну учусь в одных курсах, и это тоже отдалённо. И, конечно, это трудно, когда все дома сидят за компьютерами, да, каждый в своей комнате, наушниках, что-то сам при себе бормочет. Но всё равно это, я бы сказала, самое лучшее, что на сегодняшний день может быть. Я бы даже ещё бы больше советовала всем придерживаться сидения дома, потому что это единственное, что может прерывать эти цепи COVID-19, чтобы мы могли сохранить устойчивость системы здравоохранения, потому что мы понимаем, на сегодняшний день нет такого одного хорошего медикамента или одного какого-то средства, который нас спас. Из этого мы должны использовать всё, что в наших руках, и одно из этих – сидеть дома. Ну вот что касается всё-таки подростков дома, насколько, если говорить, наверное, про вашего среднего сына, тяжело эмоционально без контакта, без коммуникабельности именно вживую? Вы знаете, я бы сказала, они уже более готовы, что коммуникация происходит в зуме. У него каждый вечер зум-баллы, да, зум-встречи. Я вижу, что там почти весь класс между собой коммуницирует. Это одно для него хорошая вещь то, что он спортсмен, и у них, так как нельзя быть тренировком внутри, они идут на силовые упражнения наружи. И я бы сказала, даже, наверное, лучше он так устал, что там даже зум-встречи много не надо, он сразу засыпает, когда приходит из этих тренировок. И свободного времени мало. Свободного времени мало, но мне кажется, очень важно, что даже если не спортсмены, надо выходить на улицу, надо физическую активность для детей, потому что, конечно, вся учёба, которая на сегодняшний день, скажем так, в компьютере, она более источает, да, и это спрашивает очень много энергии и такой концентрации. Из-за этого очень важно, чтобы дети выходили на улицу, конечно, опять же, соблюдая все, что надо соблюдать, но, не знаю, с велосипедом всё равно пробежку маленькую, сделать какие-то упражнения в парке, это всё, ну, немножко и нервную систему подбодрит, и устойчивость подбодрит. Вы являетесь зампредседателем комиссии Сейма по социальным делам. Вот с какими проблемами вы сегодня сталкиваетесь, с какими вызовами сегодня вы сталкиваетесь, в большей степени в этой сфере? Ну, и в контексте нынешней ситуации, конечно. В нынешней ситуации, я бы сказала, самое трудное, что одно социальными услугами, потому что мы видим, что, в принципе, во-первых, те, которые страдают больше всего, это уже люди, которые были социально, может быть, маргинальнее, чем люди, которые уже, ну, хорошо, скажем, более защищены. Да, защищены. Это одно. Другое, те люди, у которых уже проблемы здоровья, потому что, ну, всё время говорим, что, ну, ковид, там надо здравоохранению быть устойчивым к ковиду, но мы же понимаем, что с ковидом только 10% попадают в больницу, и только из этих 10-15% 10% очень тяжёлые. Но у нас очень много пациентов или людей, которые болеют хроническими заболеваниями. И из-за этого, когда я говорю «сидеть дома», это важно запомнить, что тем остальным людям, у которых хронические заболевания, им нужен уход со стороны здравоохранения, это и онкология, скажем, рематология, эндокринология, все те заболевания, которые не исчезли и не стали меньше. Их также много. Но доступность к врачу очень резко снизилась на данный момент. Это такой другой очень важный момент. Потом, также, если мы смотрим на те группы, которые, опять же, это социальный спектр больше, пенсионеры, которые не защищены, скажем, со стороны и здравоохранения, и социальных услуг. И, конечно, сами люди, которые дают услугу, социальные услуги и медики. Мы видим истощённость обеих систем, истощённых этих людей, потому что, в принципе, мы не можем говорить, что мы где-то в половине или в конце. Мы, в принципе, каждый раз всё время сначала. И на данный момент, опять же, мы должны поддерживать этих людей, потому что у них ещё очень много работы. И я думаю, что мы должны будем каждый как-то в этом участвовать. Ну, если говорить о настроениях в обществе, я знаю, что вы какое-то время работали психотерапевтом. И вот сегодня психическое состояние общества, как вы его оцениваете? Потому что, как мне кажется, субъективно появилась и жестокость, и агрессия, ну и усталость, своего рода учитывая ограничения, хотя у нас в Латвии достаточно сидящие меры всё-таки были приняты по сравнению с другими странами. Ну, вы знаете, скажем так, конечно, агрессия и такая... Это уже злость, да, это от такого незнания, непонимания и от усталости, которая уже накопилась. И если мы смотрим, конечно, эти ограждения, которые были у нас, они как будто не были такими, но этот стресс, который накапливается, он всё время, он, ну, как бы и где-нибудь, да, уже рутинный, наши ежедневные, мы идём на работу или дома, всё время этот ковид у нас где-то сидит, и мы о нём думаем, и трудно от него отойти. И, конечно, очень много чего зависит от того, как человек сам может себя, ну, как будто со стороны наблюдать и работать с собой, свои эмоции рассказывать, понять. Тут очень важны, чтобы были ежедневные практики и физические, да, скажем, там кто-то медитирует, кто-то идёт час по лесу, чтобы перерабатывать этот стресс, который накапливается, и чтобы, ну, из-за этого очень важно, чтобы, ну, и услуги психотерапевтов, они, я думаю, сейчас не уменьшились, они даже, скажем так, как удвоятся, но, опять же, это через компьютер, и не всем это сразу понятно, как это работает. Так что очень много чего смотрим. Если жильная площадь, ну, не очень большая, и все в одной квартире или там в двух комнатах вместе должны один за другого пересекаться, то очень важно, чтобы, ну, время от времени они свои эмоции переговорили, это, ну, чтобы это не пошло потом в агрессии, потому что мы видим, и насилие, потому что мы видим по данным, насилие, скажем так, она не так увеличивается, чем она становится такой насильственней. Те случаи, о которых говорят, центр Марта и полиция, они такие более безжалостные, да, потому что людям негде выйти и свою агрессию, ну, вырабатывать. Сегодня мы видим, что те люди, которые принимают решения по ограничениям, в частности, вот, министр здравоохранения Нилза Винкелей, она получала угрозы, вот, недавно в Фейсбуке уже полиция с этим делом разобралась, но, действительно, ну, довольно тревожная, кажется, такая тенденция. Ну, это, вы знаете, это от бессилия, ну, люди бывают разные, и каждый, конечно, это неприимлемо, что кто-то так делает, но психологически, конечно, это такое от бессилия, от того, что они не знают, как повлиять на систему, они, в принципе, может быть, хотят помочь, но единственное, как они это умеют в этой данной ситуации, сделать какое-то такое заявление, и, конечно, им мы должны помочь тоже. Из-за этого я бы сказала, что очень хорошо, что есть сейчас психологические телефоны, где можно позвонить, особенно хорошо, ну, кризис-центр Скалб, скажем, да, который дает такие услуги для медиков, для социальных служб, потому что та первая линия, которая получает больше всего такую агрессию со стороны пациентов и ближайших, и самих коллег, им тоже важно это, опять же, переработать. Ну, это такая комплексная система, и, ну, так же, как и сам COVID, где вы не можете, так, ну, скажем, одно, только маской, или там мидии рукой, да, нет такого чудо-действия, надо все вместе. Вам не приходилось сталкиваться с такими-то угрозами, когда вы возглавляли министерство? Не с такими, но, ну, конечно, ну, я думаю, что все министры получали такие разные… Фидбэки. Фидбэки, да, они очень милые, но люди очень разные, и я всегда просто с этим, ну, как бы-то, ну, считаешь, да, ну, я мвэра. У нас, да, есть звонок, радиослушатель на линии, надевайте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый, добрый. Вот в связи с тем, что спортсменам рекомендуют заниматься на свежем воздухе, да? Да. Вот, я хотел у вас уточнить такой вопрос. А где лучше продукты питания покупать? На базаре, на свежем воздухе, или в магазине? И в связи с этим, может быть, стоит этим самым продавцам снизить арендную плату или вообще снизить, или наоборот, запрещать продавать на улице товары? Да, спасибо. Да, спасибо. Напомню, что экс-министр здравоохранения Анда Чакша у нас сегодня в гостях. Ну, вот такой вопрос позвучал. Я бы сказала, лучше в интернете. Дистанционно, да. Да, это самый лучший способ. Если мы говорим про рынок, то я бы сказала, что если это на свежем воздухе маленький рыночек, да? Да, да, да. Небольшой рынок, где все равно очень много людей толпливается. А это такой, ну, скажем, в каком-то микрорайоне маленький рыночек, тогда, да, ну, также скажу, что обязательно эти дороги, два метра, и должны соблюдаться. И, конечно, то, что мы видим в продуктовых магазинах, ну, везде есть, где вы можете дезинфицировать руки, вы надеваете маску, вы два метра евроид, да? Да, 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 и это, конечно, тогда более надежно и безопасно. Но лучше всего, конечно, и когда вы идете в магазин, вы уже видите, как они там вставляют эти продуктовые пакеты. Это значит, что очень много людей уже пришли на покупки онлайне. Я думаю, что это очень хорошие способы. Тут даже для такой маленькой экономики, скажем так, хороший вариант, где развиваться. У нас еще есть звонок, еще примем один. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, задавайте вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот бывший министр Цирцина, до вас, которая работала, сказал, что людям после 70 лет цены не надо ставить за государственный счет, они через два года умрут. Как вы оцените моральные качества этого человека? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, я не помню такого высказывания. Я тоже не помню такого высказывания. Может быть, стоит перепроверить, конечно, но вот настолько радикального я точно не помню. Ну, если про старость или про наших сеньоров, то, что я хотела сказать. Мы должны рассчитывать на то, что мы живем больше и больше. И, в принципе, тем, над чем должна система здравоохранения работать, но не одна, но вместе министерством из ГЛИТ-ИБС и также благосостояние, чтобы качественные года были больше и больше. Чтобы не было так, что мы как будто дольше живем, но наши качественные года становятся, ну, так же не продолжаются. Что значит, что мы каждый индивидуально, конечно, о своем здоровье более думали, и система была больше доступна, чтобы, ну, скажем так, хронических заболеваний было меньше или лучше менеджмент их был, ну, скажем, при сахарном диабете или эндокринологии. Очень важно, чтобы вы могли качественно жить, да, и тогда уже, ну, сколько человек может прижить, это еще не доста... ну, мы не знаем полностью. Да, но если говорить о принятии этих решений Министерством здравоохранения сегодня по COVID-19, насколько, на ваш взгляд, они эффективны, насколько они достаточны, то, что сегодня принимается? Я думаю, что для Министерства здравоохранения это, ну, такой очень трудный момент, потому что, с одной стороны, конечно, приоритет COVID, но, с другой стороны, у нас очень много пациентов с хроническими заболеваниями. Я, с одной стороны, ну, я не хочу ни одного критизировать. И то, что я могу сказать, что, наблюдая, я просто думаю, что лучше эту плусму, да, пациенты должны разделяться больше, чтобы тем пациентам, которым нужен доступ к врачу, он был доступен, обходя процесс COVID-19. То есть плановые какие-то услуги вы имеете? Пациенты, чтобы, да, для этого, чтобы нужно было, чтобы все пациенты, у которых или риск на COVID, или уже, скажем, инфекция ERP, РАД, чтобы у них тоже было место, где идти амбулаторно. Это значит, что если мы уже знаем, что 10 или 15% должны идти в больницу, на сегодняшний день, в принципе, все идут через больницу, потому что тестирование больше всего происходит там, и, скажем, там, рентген или компьютерная томография для лёгких должно быть место амбулаторным. Насколько я понимаю, это сейчас решается, но изначально не было такого… Коридора. Коридора, да, где пациенты знают, где они могут получить план для лечения и идти опять обратно дома и, ну, лечиться, скажем так, потому что не все должны попасть в больницу. Это одно. Другое, у нас было длинное лето, и всё-таки немножко побольше подготовиться к больницам, чтобы им было понятнее, что и как происходит, какие алгоритмы. Я очень надеюсь, что там всё в порядке, чтобы, ну, система сама знала, как реагировать. Да, это очень важно, потому что министерство даёт свои рекомендации, а больница же должна их внедрять. Хорошо, что в этот момент по бюджету будет приставка к зарплате, потому что я думаю, что истощение персонала очень большое, и то, что понятно, что нет его где взять. Это спрашивает времени, и, конечно, всё-таки министерство ищет между тех, которые ушли в пенсию или которые с сертификатами, но не работают. Но это всегда очень трудно. Должны быть специальные, я бы сказала, курсы для резидентов или для тех, которые могут быть готовы немножко вернуться, чтобы помочь. Конечно, конкретные категории, но их чтобы обучали, что надо делать, потому что любой врач не может сразу работать с пациентами ковида. Это всё-таки большая специфика и всё остальное. Выходит, что за летний период это можно было сделать? Да, я думаю, что отчасно это, наверное, и делалось. Хотелось бы, может быть, больше об этом слышать, что сделано, чтобы всем было спокойно, что система сделала всё максимально. Конечно, есть то, что мы не можем предотвидеть, но всё-таки план А, Б, С у нас должен быть. Что мы делаем при такой ситуации, при такой ситуации, при такой. А что касается позиции Швеции, например, по карантинным мерам, как мы знаем, там не были введены такие жёсткие ограничения, но кто-то разделяет правильность такой концепции. Хотя смертность в Швеции, как мы знаем, она достаточно высокая, более 6%. Я думаю, что такой финальный резюме мы можем дать только через несколько лет, когда мы уже будем смотреть обратно, кто сделал что правильное и другого. У них свои обстоятельства, почему они такой путь пошли. Наверное, изначально я бы сказала, что то, что они, может быть, не сделали очень качественно, это локализация людей-сеньоров, потому что Мирсто и по большинстве было в этом секторе. Но так ответить правильно это было или нет, я думаю, никто не может, потому что на сегодняшний день, если мы смотрим на иммунитет, опять же, у нас нет хороших данных, что иммунитет разрабатывает хороший, определенный, и что мы можем сказать так, ну вот мы получим этот коллективный иммунитет, и всё будет хорошо. Но нет на сегодняшний день таких данных. То, что понятно на сегодняшний день, что мы должны искать способы, как жить с этим вирусом, как подстроиться под него, потому что он не смотрит на нас и не подстраивается под нас, мы должны подстроиться под него, и как использовать всё, что у нас есть, чтобы его всё-таки ограничить, и чтобы этим цепям, которые сначала математически идут вперёд, всё-таки не дать распространяться. Но это на сегодняшний день, скажем так, наше самое сильное оружие. Это и есть сидение дома, митие рук, маски и всё остальное. Но ужесточение мир, на ваш взгляд, не требуется, Влад? Сейчас идёт разговор о том, что, возможно, чрезвычайная ситуация будет введена сегодня, Каренш будет созывать заседание в час, если я правильно помню. То есть сегодня мы должны узнать какой-то результат. Ну, я, скажем так, я больше думаю, что они приняты это решение, несмотря на то, что сегодняшний объём пациентов, скажем так, не такой большой, как был до сегодняшнего дня. Из-за чего? Потому что если мы смотрим на систему здравоохранения, то, конечно, она, ну, я бы сказала, на грани всё-таки. И это даёт нам какую-то опять передышку на время. И потом, потому что никто не может ответить, сколько раз ещё мы должны будем надрить специальную ситуацию. И из-за этого, я бы сказала, это правильно, потому что это даёт нам опять такую передышку, чтобы не было очень высокого выроста. Всё время, конечно, звоночек, как экономики продолжать функционировать, и как нам больше и больше научиться работать в таких обстоятельствах. И мне кажется, очень симпатично всегда, как Каринч говорит, что это дом, свежий воздух, работа, да. Ну, что всё остальное может быть на сегодняшний день... Отвинуто на второй план. Да, отвинуто на второй план. И ещё, я бы ещё жёстче сказала, сидим дома и работаем с дома. Ну, вот вы, будучи министром сегодня, вы каким-то образом бы иначе действовали в этой ситуации? Пытались себя поставить на место, скажем, в этой ситуации конкретной? Знаете, очень трудно сравнить, потому что у нас, я бы сказала, у нас очень разные опыты. И я по своей сущности больше руководитель и жёстче по своей структуре. Но я считаю, что министр же делает всё возможное. И не всё зависит от одного министра. Это очень важно, что команда, которая работает, и тут опять же не только одна команда. Очень не важно, что... Ну, надеюсь, армии нам не надо будет, в принципе, и эсайсти, да, в этом. Но благосостояние, экшлет-система, изглит-система, это все министерства должны работать всё время. Как, да, как такой часики, все вместе. Также с муниципалитетами, чтобы не было так, чтобы они должны, ну, из лук тесты, да, тесто или что-то такое, чтобы это было всё хорошо координировано. Ну, то, что мне кажется, координация и коммуникация могла бы быть лучше, не та, которая идёт по поставкам министров, кабинетов министров, а то, как коммуницируется, что кто должен делать. Ну, там, мне кажется, могло бы быть лучше, чтобы те, которые работают в социальном и системе здравоохранения, лучше бы осознали свою роль и своё, ну, как бы, что они должны конкретное время делать. И самое главное помнить, что их только сколько они есть, и что когда они истощаются, у нас нет откуда просто так взять, потому что во всём мире шесть медиков ищут с огнём. Потому что я смотрела ваше интервью в весенние, и вы как раз тоже говорили, что недостаточно вот этой коммуникации, между министерствами тоже, в том числе, недостаточно коммуникации. Получается, что и сейчас было время подготовиться, но вот в этом смысле ничего не изменилось. Почему так, на ваш взгляд? Ну, не знаю, мне кажется, может быть, с коммуникацией у нас вообще такой трудный топик. Ну, и то, что я вижу, что премьер-министр же собрал группу, которая должна вместе работать. И, ну, все должны переступнуть от своего эго и работать больше вместе. Но это трудно. У нас есть звонок, ещё радиослушательная линия. Много вообще у нас звонков. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Серьёзно, вот это, сидим дома, работаем дома, да. Вот у меня работа такая, что я не могу сидеть дома и зарабатывать деньги, да. Не все люди могут в онлайне зарабатывать. Скажите мне тогда, если я буду сидеть дома, не выходя на работу, закрылось мое предприятие, да, кто мне будет оплачивать? Квартиру, жилье, телефоны, всё это, комитет, еду и всё такое прочее. Да, спасибо, спасибо вам за вопрос. Да, спасибо за конкретизацию. Конечно, не все могут сидеть дома из-за того, те, которые могут работать из дома, тем работать дома, те, которые не могут. Чтобы те, которые не могут работать из дома, могли идти на работу, те, которые могут, те должны работать из дома, да, потому что тогда мы эти цепи, ну, всё-таки разделяем и перерываем. Конечно, есть очень много профессий, которые не могут работать, из дома, и потому они идут на работу. Если будет такое закрытие опять, тому следует так же, как было весной, способие, чтобы люди могли тогда это время быть дома. Но очень важно понять, не все могут быть дома, те, которые не могут, конечно, идут на работу, те же сами медики, они же не могут работать из дома, но там тоже может быть больше, что практизирует большие центры, что может быть онлайн-консультацией, потому что амбулаторная консультация может быть отчастна хотя бы онлайне. Скажем, вы не должны идти к семейному врачу только за рецепт. Это опять то, что хорошо, что у нас есть этот рецепт, и вы можете получить свой медикамент просто позвоня своему семейному врачу. Да, дистанционно. Все, что возможно, дистанционно все есть, что нет, то, конечно, нет. Сейчас вы затронули уже частично подготовку больниц к такому наплыву пациентов, и что касается заполняемости больниц, вот на данный момент Латвия находится в третьей категории риска, насколько я понимаю, по COVID-19, а если заполнится 80% койко-места в стационарах, то мы достигнем тогда уже четвертой категории, и это уже финал, как я понимаю, да, четвертая категория. Скажем так, не койко самое главное. То, что на нынешний момент важно, чтобы был персонал, который работал с этими пациентами, потому что, конечно, мы можем открыть койки даже, ну, скажем, там в спортзале или гостинице, но что важно, это персонал и кислород, да, потому что для лечения этого заболевания, особенно тем, которые в больнице, нужен кислород, и там специальные системы, чтобы это снародить. Это одно. Другое, чтобы, ну, конечно, койко как сама по себе не инструмент. Мы, когда всё время считаем койки, это только как комплекс, потому что койку, конечно, можно привезти. Если будет так, что больницы, ну, переполненные, конечно, будут искать место, где пациентов вставлять, но тут важно понять, кто будет с ними работать, потому я, прежде всего, говорила, что ищутся уже, ну, люди, которые могли бы, ну, немножко, ну, свои знания опять же освежить и работать с ними. Тут опять ещё один момент, когда я говорила о сидении дома, у нас есть самоизоляция, карантин, что иногда люди путают, что если я сижу в самоизоляции, то мои дети могут идти, скажем, там, в детский сад. Если вы живёте все вместе, то вы все вместе и в самоизоляции. И я просто получила тут звонки и такие вопросы, ну, может ли дети тогда идти, ну, скажем, в школу, в младший класс? Нет, если вы все, ну, поставлены в карантин, и вы не изолировались от семьи, то тогда вы все сидите в этом карантине. Ну, это очень важно понять. И также про больницы, когда мы говорим, одно – это изолятор, другое – это просто ограждение, да? У нас, скажем так, изолировать полностью пациентов не так много мест, где, в принципе, можно. Очень важно, что, ну, больницы, ну, работали, ну, используя свой ум, они очень умные и знают, как всё надо правильно делать. Да, ну, вот что касается как раз медицинского кислорода, вы тоже сейчас упомянули, аппаратов ИВЛ, наверное, это такая тема тоже актуальная. Вот что с этим у нас? Насколько достаточно? Может быть, вы сейчас не можете отвечать за то, что сейчас происходит, но вот в период вашего министерства, например? Ну, вы знаете, для лечения ковида это очень специфично, там, большие потоки кислорода нужны, и из-за этого, конечно, для, ну, в принципе, готовы большие больницы, и из-за этого, я думаю, и все пациенты ставятся большие болезни, ну, болезни в университетских больницах, но таки это, опять же, как я говорила, 10% больницы, и из этих только 10 очень, ну, трудные, да, то, что мы видим по статистике, что показывает, там, очень трудные 8, очень трудные 9, для этого это, ну, хватает сооружения, и это не так, не только вентилы и масс-машины, да, но и специальные системы, да, специальные, да, как, ну, какие-то АУС, да, такие специальные, через которых... Как тетер-таки, да? Да, да, через которых специальных систем, которые подается кислород. Ну, я очень надеюсь, те деньги, которые были даны региональным больницам уже летом, они использованы для того, чтобы подготовиться этому. Мне, ну, трудно сейчас ответить, как, что они как делали. Ну, у нас, насколько я понимаю, все это в секрете держится. Неизвестно, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть на балансе у Латвии. Ну, то, что отвечает, в принципе, министерство, что хватает, и было закупки. Нет, есть, какое-то число было сказано, но, как я уже говорила, это, опять же, не только в аппаратах, это комплекс, да, мы должны смотреть человек, который может им управлять, и кислород, потому что это место, которое подает кислород, и тогда же и аппарат. Ну, все вместе. Много у нас звонков, еще один примем. Здравствуйте, мы слушаем вас. Слушаем вас? Алло. Да, здравствуйте. Нет, я хотела задать вопрос. Пожалуйста. Вот, дело в том, что сейчас по новому положению мы должны будем у врача брать направление на анализ ковида, да, значит, будут перепусекаться и больные, и здоровые в поликлинике, точно так же на компьютерную томографию, ну, в амбулаторном порядке, да, тоже больные и здоровые. Как это вообще так? Это правильно, я понимаю, или нет? Не должны пересекаться, потому что вы можете звонить просто семейному врачу, и он относит, и ему вам даст на направление, даст на анализ или на компьютерную томографию, это уже не должны вы идти к врачу. Да, потому что я вот, например, сдавала тоже тест, он у меня отрицательный на COVID-19, и позвонила своему врачу буквально через пару дней, я была уже направлена в лабораторию для сдачи, поэтому здесь все дистанционно, мы с врачом не пересекались. То есть еще у нас есть звонок, здравствуйте, мы слушаем вас. Слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я три раза ложилась в больницу по удалению камня, и три раза с меня требовали анализ крови, который стоит 25 евро каждый раз. Это вообще правильно или нет? на уху слушается, что не очень правильно, что надо было платить, но то, что надо было сдавать анализы, это, наверное, правильно, потому что врач уже решает это три отделённые случаи, и каждый раз они, конечно, проверяют, какая ваша ситуация. То, что у нас очень много, ну, на сегодняшний день пациенты должны доплачивать, ну, при анализах или других измекла ММ, да, это, конечно, я считаю, что нехорошо, особенно, если мы говорим про детей и сеньоров, то должно быть система, которая всё-таки как-то ограничирует. Но, в принципе, каждый индивидуальный случай должен, ну, рассматриваться уже в больнице. Да, я напомню, что экс-министр здравоохранения Анда Чакша у нас сегодня в гостях в программе «Разворот». Вы также можете звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Вот ковид-диссиденты, мне субъективно кажется, что в период второй волны их стало намного больше, но вот буквально вчера прошла эта акция, порядка 80 человек пришло антимасочников. Как вы на это смотрите, всё происходящее? Ну, я думаю, что у нас очень, может быть, так спокойно происходила, ну, первая волна, называем, как хотим, но то, что было весной, было, скажем так, спокойно. И, может быть, такой некритичный оптимизм, что нас это не касается, перевернулся того, что кто-то нам навязывает эту идею про ковид, и трудно поверить, что это реальность. И то, что меня иногда даже смушает, что не верят, ну, тем реальным историям, которые из больницы, от людей, которые, ну, заболели и проходят эту болезнь сейчас и делятся своим опытом, да, и своими ощущениями, и которые, ну, там мало приятного. И у меня тоже есть знакомые, которые, ну, дома лечатся, скажем, не самая сильная форма, но всё-таки дома лечатся, они не чувствуют себя хорошо. И, конечно, ну, такое, ну, знаете, когда люди боятся, они отталкивают, как будто, ну, ставят это где-то, ну, на меня это не касается, и это нереальность. И им легче перенести эту трудную ситуацию, как будто это отрицает. Отрицая, да. И я думаю, что, ну, во всём мире это очень такая трудная ситуация, и для части людей это легче, ну, перенести это отрицая. Ну, это не со мной случается, это не с нами, того нету, да, и, конечно, нормально это должно перейти такого реального пенемшена, да, что мы должны осознать, что это есть, да, и там посередине будет и вся эта злоба, и агрессивность, потому что это, конечно, очень трудная ситуация, что мы должны принять, что мир функционирует, ну, немножко не по-другому, что он не подчиняется нашим, ну, велениям, да, нет пощущего веления, у кого-то никуда не исчезает, он так же здесь, так что я думаю, что это такое, ну, психологически нормальная реакция, но, конечно, очень трудно, когда в обществе много таких людей, которые так реагируют на ситуацию, это, ну, обгруты на эту борьбу, перерыванием цепей. Ну, а что касается политиков, которые тоже отрицают, ну, не отрицают, а, по крайней мере, антимасочники у нас есть, Алдис Гобземс, который активно выкладывает фотографии в социальную сеть, призывает там, ну, по крайней мере, со своей стороны, своим опытом призывает тоже не соблюдать эти правила, как вы смотритесь. Да, ну, вы знаете, ну, как, ИРПЕП, СИМСРПЕДАВАИМС, да, это уже как маркетинг, если есть часть людей, которые этому, скажем, не так, а верят, но готовы это принять, то, конечно, всегда будут те, которые более популистичны, которые, ну, берут свой, свой ВАЛАТАЙЛОК, да, или чтобы им дать то, что от них ждут. То есть, работает на свой электорат. Работает на свой электорат, да, потому что, конечно, на сегодняшний день трудно быть такому, ну, как скажем, ты должен всё время нести плохие вести, да, и это для политика очень такая трудная ситуация, ты не можешь всё время сказать, ну, всё будет хорошо, никто это не может на сегодняшний день обещать, мы должны быть такими, да, сидим дома, маски, моем руки, и это ничего не приятное, да, нет такого приятных новостей от нас, и, конечно, это тоже противо такое, ну, а уступрови от политика, да, понять, когда ты можешь, а когда нельзя, это трудно. Ещё у нас есть звонок, здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте ещё раз. Да. Госпожа Чакшина, скажите, пожалуйста, вот такой вот момент, что миллион человек умерло от ковида, да, вот, и за это же время умерло от сердечных приступов 17 миллионов, да, от инфарктов, вот, это не слишком там как-то всё это надумано с этим ковидом, нет, не может такое быть? Да, спасибо вам. Ну, это довольно часто встречающийся комментарий. Да, и я не зря всё время говорю, что важно, чтобы мы всё время вспоминали о тех людей, у которых другие заболевания, но в чём разница в том, что это не перегружает систему здравоохранения, и если в больницу попал человек с сердечным приступом, скажем, из-за него не закрывается всё отделение, даже по-другому, мы можем помочь одному, другому, а тут, если кто-то с ковидом поступил, и не было всего, все меры приняты, мы можем потерять очень много врачей, очень много места и очень много времени, и из-за этого это играет, скажем так, на систему здравоохранения, сколько она может выдержать, это одно такое, одно такое. Другое, конечно, и сердечный, и онкологический, я всё время как бы пытаюсь фокусироваться, что эти люди в этой ситуации не должны потерпеть из-за того, что недоступны врачи, но это очень трудно, потому что мы всё время должны очень-очень чётко менеджировать, чтобы все получили услуги, и это не так просто. Но, конечно, если по цифрам, то так может казаться, но эффект больше на сегодняшний момент с ковида получается. Беспокоят, конечно, людей ограничение услуг дневных стационаров, о которых уже сообщалось из-за ковида, и возможная недоступность, опять же, амбулаторных услуг в период коронавируса. Но ещё одна такая тема, которая стала волновать, это нехватка вакцин от гриппа. И, насколько я понимаю, только 10% населения от гриппа, предусмотрена вакцина только на 10% населения от гриппа. Вот так сообщалось, по крайней мере, в Министерстве здравоохранения. Вы знаете, наверное, если прошлый год мы об этом говорили, то 10% я бы была очень рада, чтобы кто-то привился вообще. Да, потому что мы достигли 5% и всё время думали, как увишить, как увишить, потому что это даёт, конечно, очень большой, но на экономику такой тоже эффект, потому что люди болеют, не идёт на работу. На сегодняшний день это взяло полностью другой аспект, потому что одно, после вакцинации вы можете различить, грипп или не грипп, потому что симптомы могут быть очень схожи. Это одно. Другое, с этим мы всё-таки можем больше защитить своих сеньоров и даже все группы, которые хроническими заболеваниями болеют. И люди как-то всё-таки это увидели. Ну, конечно, не только мы одни такие умные, что поняли, что вакцина может более нас охранить, и вся Европа и весь мир, в принципе, смотрит на эти вакцины, но в таком объёме рожёт, не могут из-за этого, это стал дефицитом во всём мире. И, конечно, насколько я знаю, все те первые линии, которые должны получить, они, конечно, получат. Но это и медики, и сеньоры, и все те группы, которые на сегодняшний день уже были оплачены, получат. Но не все, которые были бы готовы в этом году сразу бы начать вакцинацию. Ну, если говорить про антипрививочников, мы с вами уже говорили про ковид-отрицателей, но вот про антипрививочников и наверняка по долгу службы тоже не раз вам приходилось с ними сталкиваться. Какие аргументы вы используете для того, чтобы объяснить необходимость прививок? Вы знаете, тут очень трудно с ними дискатировать, потому что это как старая атетина, да, они сначала убивают вас до своего уровня и потом убивают своими аргументами. И всегда более громко маленькая группа может свою идею как-то коммуницировать, потому что даётся такие очень красочные и очень такие видные примеры, как это работало. Ну, эмоциональные, да? Да, эмоциональные. И никто не проверяет данные, откуда это идёт. По прививкам это очень много зенатонские эпидеми, да, которые показывают, как это помогает нам сохранить здоровье детей, скажем, если мы говорим про весь этот вакционный календарь, который есть. Как это помогает не только здоровью, но и экономике, и всему тому. И сколько много уже проверено, почему так трудно сейчас идёт с вакциной. Потому что все знают и понимают, как важно, чтобы она была чистая-пречистая, да, ну, как слеза младенца, да, что там ничего от вакцины не должно быть. Что это даёт, ну, отзыв на все остальные вакцины. Если это было бы просто так найти и начать вакцинироваться, это, наверное, давно бы уже было. Но все понимают, как важно, потому что, чтобы антивакционисты, опять же, ну, не получили какой-то бонус из-за того, что что-то не будет так работать или, не дай бог, какие-то, ну, последствия от этой вакцины будут. Из-за этого, ну, если про такие аргументы, я бы сказала, что это всегда очень важно спрашивать инфекционистов. Но одно мне нравится, как они говорят, антивакцинисты говорят, что это слишком большая доза антигенов, которые даётся через одну вакцину. И профессор Завадский всегда говорит, вы получаете сто раз больше дозу, идя через трамвай, да, ну, чтобы просто сравнить, но для этого у вас должно быть изучение и, ну, карты, и 5 июня, порви сам там акции на, потому что эмоционально очень непросто всегда, ну, завестись на какой-то один случай, который был и который никто реально не знает. Ну, если вот говорить про вакцину от коронавируса, есть она пока российская, но она не прошла третью стадию испытаний, и в Латвии, насколько я понимаю, не будет её использовать. Разделяете эту точку зрения? Да, разделяю, потому что, как я уже говорила, очень важно, чтобы вакцина была, ну, одно, сколько она устойчива, но без всяких блокоспорады, это одно. Если мы смотрим на иммунитет, который вообще появляется сейчас после болезни, у нас не всё ещё понятно. Так что я думаю, что там ещё не так близок этот момент, когда у нас будет хорошая вакцина. У нас звонок ещё есть, слушаем вас. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Я так понимаю, это не госпожа Винкеля, потому что только что... У нас госпожа Чакша в эфире, экс-министра здравоохранения. Да, госпожа Чакша, очень приятно, да. Госпожа Чакша, смотрите, как бы, вот в своё время вы вводили, предложили ввести очень хороший, на мой взгляд, вариант страховой медицины, да, почему-то новое правительство его решило похоронить. И этим самым, как бы, ну, просто лишило медицины достаточно хорошего источника денег. Потому что я, например, как состоятельный человек, готов платить за то, чтобы у меня была хорошая медицина, чтобы не мучиться в очереди. Это один вопрос. И второй вопрос. А вы не в курсе, почему отсутствуют обычные годовые сезонные прививки на грипп? Да, спасибо. Ну, вот мы только что как раз говорили об этом, но... Да, про грипп говорили, что весь мир хочет, да, прививки использовать. Из-за этого, конечно, есть немножко задержки. Ну, если про обдрошенную систему, то я на сегодняшний день сказала бы, что я ещё более уверена, что это должно быть обдрошено, введено. Введено, да. Может быть, не конкретно в таком виде, как в то время мы шли, но я считаю, что у пациента нет хорошего, ну, такого рейка, как контролировать качество или как быть... Это в большинстве всё-таки сейчас идёт от системы здравоохранения, а пациент в беспомощной ситуации и всё-таки обдрошено, что на русском... Страхование. Да, страхование даёт какой-то более такой у вас в руках... Надёжность, ощущение надёжности. Да, потому что тогда и алгоритмы, и финансирование более должны контролировать системы. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что нашли время прийти к нам в программу. Депутат Сэйм и экс-министр здравоохранения Анда Чакша была с нами сегодня. Программа «Разворот» Яна Смирнова. Скоро встретимся снова. Спасибо.